Некоторое время назад я рассталась со своим мужчиной, с которым мы были 3 года в месяц. Вообще такое слово не люблю, с своим мужчиной. Неправильное слово. Ну-ка, скажите правильно. Ну-ка. С мужчиной, который выдал мне Бог. Нет. Ну-ка, правильно. С любимым человеком. Вы вместе жили же? Да. С кем достались? С любимым человеком. Нет. С мужем. Вот молодец. Подсказки смогла. 4 с минусом. Хорошо. Вы должны это понять. Потому что даже если вы не расписались, Бог соединяет людей. Вместе живете, Бог вас соединил, значит муж. Не обязательно. Муж это не значит то, что в паспорте написано. Вот попытайтесь это понять. Потому что вы как угодно пытаетесь откреститься от этого слова. И любимый человек. И мой мужчина. И как бы там еще как-то. Но это называется муж. Если вы вместе живете в одной квартире, все, вот вместе живете, вы не хотите, чтобы у вас кто-то еще был. Это называется муж. Даже если вы не расписаны. И если вы ему говорите, что ты мой муж, даже если вы не расписаны, ему это придется принять. Потому что если вы не говорите об этом, значит он не поймет. Люди часто живут вместе, думают, что они не муж и жена. Тогда кто они? Чем они занимаются вместе? И потом они удивляются, почему мы разошлись. Чем занимались, то и получилось. Ну, с своей стороны, Леон Геннадьевич, я относилась к нему как бы к семье, я к своей, как к мужу. Но так вышло, что он ушел. И вот сейчас моя жизнь как бы вообще не ладится совсем. То есть у меня не получается строить новые отношения. У меня не получается... Потому что вы потеряли себя. Потеряли себя. У вас печальный взгляд был очень. Потерянный. Потерянный взгляд. Вы к ним привыкли. Потому что вы верили в человека. Ну, это я уже поняла, да. Так что я еще припутала там цели, с желаниями. Ну да, надо учиться верить в Бога. Верить в Бога. Стать сильной надо быть. Независимо от человека. Человек орицетворяет вашу судьбу. Вы прошлой жизни кого-то бросили, теперь вас бросили. Так судьба действует. Мы не знаем, что она нам будет приносить через пять минут. Мы не знаем. Потому что судьба создана из одних экзаменов. Вот. Геннадь читает лекции, но судьба может и с ним тоже очень жестко себя вести. И я уже это чувствовал много раз. И мы к судьбе все равно читаем, что ты лекции или не читаешь. Вот. Она будет делать, как она считает нужным. Это судьба, это судьба. Это сильная штука. Вот. Поэтому нужно всегда оставаться самим собой учиться. Нельзя ломаться под ее влиянием. То есть она вас обидела, надо вставать. Примите, что вот судьба такая, она сильная. Никогда не надо, как бы, надеяться на кого-то. Надо просто быть сильным. Вы правильное отношение строите, человек остается рядом. Честно себя ведете, все правильно делаете, сильную позицию занимаете, все понимаете, воспитываете, принимаете, наказываете, все делаете. Судьба будет держать рядом человека. Ну, вы просто были ослеплены. Вы слепо, ну, как бы воспринимали человека. Вы слепо. Никогда вот женщина замуж вышла, не надо никакой слепости. Нужно быть сильной очень, вставить условия, заботиться. Знаете, настоящая любовь имеет твердую, сильную природу к человеку. Это очень сильная позиция, в которой ты доверяешь человеку, но очень твердо, как бы, решительно настроен, чтобы он делал все правильно рядом с тобой. Нельзя быть слепым и доверчивым рядом с человеком, потому что он олицетворяет твою судьбу. Это опасная комбинация муж и жена. Опасная комбинация, небезопасная. Нужно знать, что есть разные опасности в этой комбинации, потому что там действует энергия опасная очень. Энергия вожделения или наслаждения другим человеком, она слепая во природе, то есть она неразборчивая. Она сегодня сюда пошла, завтра туда, она рушит жизнь в результате. Поэтому нужна твердая позиция в семье всегда. Быть твердой, настроенной на сохранение семьи, на провиснение отношений. Нельзя просто «я тебе доверяю» и все. Это не вариант. Как девушка говорит, доверяю. Нет, это не вариант. Надо следить за человеком, смотреть, воспитывать, быть сильной в отношении. А теперь-то что как вы делаете? Вы не пытаются вернуть этого человека? Этого? Нет, он никогда не вернется. Этого не вернется. Он не ваш человек совсем. Потому что вы с ним не нашли друг друга в отношениях. Вы просто были рядом и все. Не было отношений. Вы даже, наверное, не знаете, что такое отношения. Отношения, когда люди очень глубоко общаются, идут одним путем, пытаются понять друг друга, пытаются ставить условия, обеты друг к другу, выполнять эти обеты. Он просто с вами понаслаждался, пожил с вами рядом, бросил. Разве не так? Не теперь ждать другого человека в своей жизни. Пытаться строить уже отношения с другим человеком. Вам надо простить ему сначала и чистую память о нем оставить в сердце. А у меня осталось вообще самое светлое, как вы чувствуете. Я вот так рад, благодаря вашим лекциям, освободилась, наверное, от каких-то вообще негативных эмоций. И все, что это, ну, только какая-то светлая печаль осталась. Вот этого печаль не надо. Печаль означает ожидание. Просто светлое что-то, да? Замечательно. Ждать его не надо, потому что этот человек вам не подходит. Он был дан тяжелой судьбой, как бы. Мы могли, конечно, сделать так, чтобы он стал хорошим, но это было очень трудно. Вы были не готовы. Не надо все, как бы, все. Вы можете ему поставить срок, допустим, писать ему, что еще полгода тебя жду, там, или три месяца, а дальше все, точка. И тогда вам легко будет, вы, как бы, выполнили этот срок, и до свидания. Спасибо. Но, как бы, шансов нет практически. Три процента я даю на то, что он вернется из ста. Но только про то, что, как бы, это... Всякое бывает в жизни. Ну, как бы, вот я сейчас вижу этого человека, он вообще даже не собирается нисколько. Он же вам не писал, не звонил после этого, ничего. Ноль, просто полностью перечеркнутое, он перечеркнул полностью отношения. Как будто вас нет. Так ведь? Ну, значит, я все правильно воспринимаю. Ты не печалься, ты не прощайся. Все будет хорошо. То есть, вы пошли от человека. Уже послал, уже послал. Все, уже есть человек, уже. Я вижу человека другого. Но вы не готовы к нему пока. И к другому тоже не готовы? Пока не готовы, да. Вам надо сильнее стать. Потому что этот человек очень такой развитый, серьезный, духовный такой человек. Но вы не готовы пока к нему. Вы такая вся размазанная, такая несчастная. Надо стать сильной жрать такого человека. Хорошо, спасибо большое. Вот, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ